Сейчас мы с вами набираем 27 петель. Для нашей гранины резинки мы с вами набрали 27 петель. Кромочную петлю снимаем. Первый ряд мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. В конце ряда заканчиваем 1 лицевая и 1 кромочная петля. Первую смяли, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, и так продолжаем все петли до конца. Вот мы подходим с вами к концу ряда, 2 изнаночные, 1 лицевая и последняя петля, кромочная, провязывается изнаночные. Переходим на второй ряд. Первую петлю снимаем, далее 2 изнаночных, 2 лицевых и в конце ряда 1 изнаночная и 1 кромочная. Повторяем в обратном порядке. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Внимательно считайте петли. Забыли? Смотрите, как они провязаны. Изнаночные петли, бугорочки, лицевые, капельки, чтобы не сбиться. Продолжаем так, как мы с вами подошли к концу ряда. Второго, провязали 2 изнаночных, 2 лицевых. И в конце ряда провязываем 1 изнаночную и 1 кромочную. Тоже изнаночные петли. Разворачиваем наше вязание, переходим. 3 ряд вяжутся точно так же, как и первый. 2 лицевых, 2 изнаночных. И в конце ряда последний петля, предпоследняя лицевая и кромочная. То есть мы повторяем рапорт узора. 2 лицевых, 2 изнаночных. 2 лицевых, 2 изнаночных. И так до конца ряда. Подходим к концу ряда. 2 изнаночных, 1 лицевая и 1 кромочная. Которую мы провязываем всегда изнаночной. Четвертый ряд вяжется как второй. 2 изнаночных, 2 лицевых. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная. Очень простой рисунок, но в результате получается очень эффектная, объемная резинка. Главное считать, внимательно считать петли. Здесь узор идет не по рисунку, а немного сдвигается. Из чертого сдвига образуется красивый рубчатый рисунок. Поэтому внимательно считаем 2 изнаночных, 2 лицевых. Подходим к концу ряда. 2 лицевых, изнаночная и кромочная. И дальше продолжаем вязание. Еще раз акцент делаю. Лицевой ряд начинается. 2 лицевые, 2 изнаночные. Изнаночный ряд начинается. 2 изнаночные, 2 лицевые. Продолжаем дальше. Вот такой у нас получается эффектный узор. Столбики лицевых петель. И чередуются у нас по бокам изнаночные лицевые петли, формируя вот такие вот рубчики. За счет этого образуется наша рубчатая резинка. Лицо. Изнаночная сторона. Рисунок двухсторонний. Можно использовать для шарфов, палантина. Очень рекомендую использовать на пряже очень мягкой, типа джинса. Потому что эта резинка очень хорошо держит форму. И придает полотну некую такую жесткость. То есть это для мягкой пряжи, которая не держит форму. Ну и вообще очень эффектно. Полосочки. Видим, как они с узкого расширяются до 4 петель между ними. Итак, начнем с третьего ряда. Первый у нас был лицевой, второй изнаночный, третий ряд. Кромочную мы снимаем, не провязывая. Первую петлю мы берем, не провязывая. Вторую провязываем лицевой, третья лицевая. Первую мы перекидываем через эти две. То есть мы из трех сделали две. Перекидываем. Дальше. Одну снимаем, не провязываем. Вторая, третья лицевые. Перекидываем. Первую снимаем, не провязывая. Вторую, третью вяжем лицевыми. Перекидываем. Это наша планочка. Из девяти петель мы сделали шесть. Шесть петель. Дальше мы отделяем, у нас появляется в схеме, накид. Накид я делаю вот так вот петелькой, как при наборе. Рядом. Петелькой затягиваю, чтобы в этом месте не было дырочек. Эта петля будет у нас в изнаночном ряду вязаться лицевой. Дальше наш узор. Одну петлю мы не провязываем. Вторая и третья лицевыми. Первую перекидываем. Следующая. Накид петля. Не провязываем. Первая. Вторая и третья, извините, лицевые. Перекидываем. Накид петля. У нас уже петельками отделилось две полосочки. И третья. Первую не провязываем. Вторая и третья лицевые. И перекидываем. И петелька. Накид петелька. И в основном узоре у нас 34 полосочки. На фрагменте у меня три полосочки. И в конце у нас остается 10 петель. Это вторая планочка. Не провязываем. Не провязываем. Две лицевые. Перекид. Не провязываем. Две лицевые. Перекид. Не провязываем. так мы с вами разделили ажурные полосочки петлей следующий ряд нужно вернуть количество петель в узоре первая кромочная не провязываем дальше вяжем изнаночная накид изнаночная здесь нам накид он получается в середине нашей ажурной полосочки здесь нам нужна дырочка поэтому накид мы делаем просто накидывая рабочую нить на спицу изнаночная накид изнаночная накид изнаночная планки не было нас петелек разделительных у нас получается 9 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 узор вернулся 9 петелька третьем ряду мы прибавляли петлю 4 мы и провязываем лицевой изнаночный ряд изнаночная накид изнаночная это узор дальше лицевая петелька следующие изнаночная накид изнаночная лицевая петелька изнаночная накид изнаночная вот у нас уже снова планочка здесь у нас нет лицевой петли здесь у нас только 3 ажурные полосочки рядышком и заканчиваем ряд кромочная изнаночная петля переворачиваем следующий ряд кромочная не провязываем дальше 3 лицевые узора накид мы провязываем лицевую за верхнюю долечку и лицевые вот у нас уже нашей полосочки появилась первая дырочка 9 лицевых дальше у нас петелька изнаночная вот и лицевая, 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 изнаночная, лицевая, 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 И последняя кромочная изнаночная. Смотрим, что у нас получается. Вот у нас уже рисунок с крючкой. С изнаночной стороны у нас узор разделился лицевыми петлями. И дальше у нас ряды повторяются по схеме до 13 ряда. Никаких особых изменений у нас не будет. Мы вначале делаем перекиды, потом вставляем накиды. И так до следующего 13 ряда.